27 декабря 1990 года был образован Российский корпус спасателей. Через пять лет этот день по указу президента страны стал Днём Спасателя Российской Федерации. И поэтому представители этой профессии поздравляют с профессиональным праздником в преддверии Нового года. Люди этой нелёгкой, но важной и нужной профессии всегда готовы к решительным действиям в любой обстановке. Они защищают славянцев от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, стараются предупреждать их. И при необходимости они работают чётко и слаженно, устраняя последствия стихийных бедствий и пожаров. Служба спасения Славянского района за 2022 год сделала 1195 выездов к местам происшествий и чрезвычайных ситуаций. Спасено более 360 человек. Ежедневно, ежесуточно дежурная смена в режиме ожидания в случае необходимости выезжает в течение буквально 1-2 минут. Там, где что-то у людей случилось, кому нужна помощь. Высокая квалификация сотрудников службы постоянно подтверждается. Это даёт возможность работать без сбоев. Каждая служба спасения должна быть аттестована один раз в три года. Каждый спасатель лично сдаёт аттестацию один раз в три года. По разным предметам и дисциплинам. Если он хотя бы по одному параметру не сдал, не аттестован, он не допускается к работе. Поэтому таких служб спасения, естественно, нет. В этом году, в июне месяце, служба спасения Славянского района получила аттестацию, паспорт и право на проведение аварийных спасателей работ на три года. Поэтому у нас с этим всё нормально. Кроме того, могу сказать, что некоторые спасатели 2-го класса, 3-го класса, имеют по 5-6 дополнительных спасательных специальностей. Поэтому учёба идёт постоянно. 2022 год надолго запомнится спасателям тем, что благодаря природным катаклизмам произошли подтопления, последствия которых были успешно ликвидированы. Произошли два серьёзных подтопления населения. Однако система наша справилась. Неоднократно об этом уже говорили. Говорило об этом и руководство главного управления МЧС России. То, что система налажена, она управляема, она способна выдержать все эти проблемы и трудности. Все мы прекрасно знаем, что у нас многие пользуются пиротехникой. Многие будут отдыхать возле водоёма, проводить временно. Поэтому хочется сегодня, обращаясь к вам, сказать самые главные слова. Помните, что вас ждут дома и будьте аккуратны. Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Славянского района Павел Анопченко выступил перед приглашёнными на торжественное собрание в кинотеатр «Кубань» спасателями с докладом, в котором был дан анализ всего сделанного за год. За 2022 год дежурной смены ЕДДС выявлена и взята на контроль ликвидация 725 термоточек, которые возникали на территории района. Специалисты по приёму и обработке экстренных вызовов приняли более 400 тысяч обращений по системе 112, что в два раза превышает показатели 2021 года. И нужно отметить то, что каждый из 400 тысяч вызовов это не просто праздный звонок, это звонок людей, которые просят помощи и участия их в жизни и судьбе. Глава Славянского района Роман Синеговский от всего сердца приветствовал представителей одной из самых мужественных профессий, отметив, что от их работы нередко зависит главное – сохранение жизни наших земляков. Он поблагодарил собравшихся за ответственность, самоотдачу и надёжность. Вам нужно только не мешать и по возможности немножко поддерживать, финансировать. Всё вы делаете сами, молодцы, так держать. Приятно, что на мероприятии присутствуют ветераны отрасли, которые вместе с Пол Викторовичем развивали эту службу. Мира, добра, благополучия и исполнения всех ваших желаний. Всего вам самого доброго. После прозвучавших поздравлений и добрых пожеланий состоялось награждение наиболее отличившихся сотрудников за своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей по спасению жизни людей, неравнодушное отношение к делу, высокий профессионализм и в честь Дня Спасателя приглашённые были награждены благодарственными письмами и памятными подарками. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Георгий Калинин. Продолжение следует...